Лето – это время, когда не сидится на месте. Хочется отправиться в путешествие, отдохнуть, получить новые знания и впечатления. Существует множество направлений, куда можно отправиться за всем этим. Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает вам отправиться по маршруту Архангельск-Пинега-Мизень в одну из старинных деревень Русского Севера, в деревню Кимжа. Ваш путь будет пролегать по живописной автодороге, идущей вдоль рек, северных деревень и Карстовых гор через Пинежский природный заповедник. На заповедной территории имеется около 90 пещер, расположенных в заповеднике и охранной зоне. Их общая протяженность превышает 45 километров. Длина наиболее доступной для экскурсионного посещения пещеры Певческая эстрада составляет 315 метров, а площадь 2600 метров квадратных. Река Сотка пересекает заповедник на протяжении 30 километров. Долина реки имеет вид каньона с крутыми скальными бортами высотой до 40-60 метров. Течение реки бурное, пороги и перекаты чередуются с тихими плесами. В заповеднике более 400 озер. На въезде в поселок Пинега вас встретят 5-метровые деревянные скульптуры двух рябчиков. Рябчиков на герб тогда еще уездного города Пинега определила своим указом Екатерина Великая. Это означало, что в окрестностях находится наилучшая и отменной величины всего рода дичина. Спустя 240 лет Алена Валькова увековечила рябчиков в скульптуре. И вот они уютно устроились на въезде в поселок Пинега. Деревня Кимжа, основанная в начале 16 века крестьянином с Пинеги, располагается в Мизенском районе Архангельской области. Постоянное население деревни около 100 человек. Но в праздники и летом, когда приезжают дачники и родственники, население увеличивается в несколько раз. В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых – Пятиглавая деревянная шатровая Адигидриевская церковь 1709 года постройки федерального значения. С 1968 года церковь является памятником архитектуры российского значения. До наших дней церковь удалось сохранить благодаря отдаленному расположению Кимжа и местным жителям. По их рассказам, пожилые люди, жившие в деревне, сторожили церковь по очереди днем и ночью и не позволили сделать из нее хозяйственную постройку в советское время. 19 февраля 2017 года деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и вошла в состав Ассоциации самых красивых деревень России. Более того, Кимжа стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень Земли. Всем домам в деревне больше ста лет. Это крепкие северные избы. Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества. Только тут все за правду. Приехав сюда, русский человек как будто окажется в месте, про которое всегда знал. Многие из нас читали в детстве сказки, ездили в деревни. Но мало кто представлял те самые большие крестьянские дома, о которых так часто читали и слышали. А здесь вы увидите их и сразу узнаете. Впервые Кимжа упоминается в летописи в начале XVI века. Язычество, старообрядчество и православие оставили здесь свой особый след. До 1951 года в деревне не было кладбища, а умерших хоронили по их завету, где попросят. Чаще всего на их земельном наделе. Считалось, что дух предков будет охранять земельный надел и жилища от бед и напастей. Рядом с домами ставили обетные кресты. У жителей Кимжа существует свое групповое прозвище – чернотропы или колдуны. Сейчас в Кимжи поддерживаются традиционные современные промыслы и ремесла. Здесь чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников и отмечают важные даты. В самобытной деревне Кимжа создан ландшафтно-музейный комплекс – самые северные мельницы в мире. В него входят две мельницы столбов кинаряжа. Одна из них является памятником регионального значения. Кимжа была построена в 1897 году, но не работала с начала 60-х прошлого века. Восстановлена функционально в 2010 году при активном сотрудничестве с экспертами-малинологами из Нидерландов. В амбаре второй в 2015 году создан музей «Северные мельницы». Кимжа – это сохранившаяся древняя деревня, потрясающий микромир русских традиций, многие из которых теперь забыты. Путешествуйте, ведь путешествие меняет нас, помогает нам расти и развиваться.